Сброс источных вод в ливневку, которые, как известно, затем плавно стекают в море, были на курорте и 30 лет назад. Но сегодня, в условиях нового, современного города, это недопустимо, отмечает Анатолий Пахомов. По данным Сочинского водоканала, количество абонентов, не подключенных к системе централизованной канализации, достигает без малого 21 тысячи. В настоящее время отключено от водоснабжения 51 объект. До 5 марта планируется еще 40. Это как частные, так и многоквартирные жилые дома. Однако отключение воды пока у собственников бурной реакции не вызвало. Лишь единицы обратились в водоканал за тех условиями на подключение к системе канализации. 4 миллиарда рублей было потрачено для того, чтобы у города было нормальное водообеспечение. И, конечно, при таких результатах допускать, чтобы наше горе хозяева, которые любой ценой зарабатывают деньги, через гостиницы, через мини-гостиницы, путем сброса фекалий, никак не допустимо. В каждом районе города сформирована рабочая группа, в которой задействованы сотрудники Росприрод и Роспотребнадзора. Специалисты регулярно отбирают пробы воды. Вопрос этот должен стать приоритетным, отметил глава курорта. Впереди курортный сезон. Объекты, соседствующие с пляжами, необходимо подключить к централизованной системе канализации в первую очередь. Проблем.